хоба привет с вами доктор влад у нас 5 градусов тепла тихо спокойно а в мире творится бог знает что премьер-министр великобритании борис джонсон заразился коронавирусом ну помните белобросия такой лохматый да у него появились симптомы он решил сдать анализ тест оказался положительным ему 55 лет вот так вот ребятки вот так вот тут даже вот он где-то снялся на это самое чтобы показать себя на инстаграме что вроде бы так ладно в сша обозначили новые горячие точки эпидемии речь идет о городах чикаго детройт и новые орлеаны но это у нас такого города нету ладно хорошо учитывая большое население высокую плотность там могут возникнуть ситуации похожие на то бедственное положение которое сейчас испытывает нью-йорк в чикаго 2422 подтвержденных случая 25 человек скончалась детройте но примерно столько же в новых орлеанах новые высюки я не могу 1515 подтвержденных но умерло почему-то 62 человек это наихудшая смертность из перечисленных в горячих точках так ребята россия запротестовала из-за критики ее помощи италии но от захарова запротестовал то не надо путать захарову и россию да не мы помогаем мы помогаем а тут сказали что 80 процентов помощи бесполезно и вот тут последние сведения российские войны начали оказывать помощь жителям бергаму посмотрим как они оказывают так практически этот это провели технический осмотр подготовку техники медоборудования средств защиты изучили район предстоящих работ ну уже помогают да начали оказывать помощь да шибись изучили район глава цик назвала условие назначения даты голосования по конституции та самая элла памфилова прикормленная она будет определена после того как нормализуется эпидемиологической ситуации по коронавирусу кого на вирусу кого на карта вы что ли кого на вирусу подчеркнул памфилова и последние новости цик заморозил досрочное голосование так вот досрочное голосование будет проходить в авторефрижераторах поняли сюда шутка это у меня шутка такая шутка но хоть шутит доктор вчера я вообще что-то грустный был 196 новых случаев как россия борется с коронавирусом 196 случаев ух за тыс опса а общее число за тысячу большая часть из них выявлено в москве впервые такие диагнозы поставлены в мордовской ссср дагестане 12 случаев в крыму ничего пельмень так в крыму в крыму новый пациент да ну москва заражена конечно это уже даже гадалки не ходи вот как у них появляются новые вот 100 штук им дали там 200 штук дали тестов да но они сразу выявляют дадут тысячи выведут тысячи это очень просто из-за коронавируса в россии ага перенесли сроки егэ государственного экзамена и тут даже на какое число перенесено на 8 июня основного государственного экзамена для девятиклассников на 9 а мы в девятом не сдавали в восьмом сдавали в десятом девятом не гуляли вот такие дела мишу стен призвал расстранить принятые в москве меры на все регионы я не понял что значит призвал ну прикажи прикажи царь прикажи и все будет в порядке главный эпидемиолог минздрава дал прогноз по коронавирусу на май на май в мае коронавирус будет маяться ну чё вот чё их слушать да ну что там будет да по его словам коронавирус как и остальные острые спиратурные инфекции характеризуется сезонным повышением 8 в осенне-зимний период до брехня это все потому что тоже коль например или виталянка вот он вирус да и он в любое время хоть хоть когда хоть когда так опять лента ру меня тормозит так хочу она затормозила а в беларуси отказались отменять праздничные мероприятия к дню победы лукашенко не стал обострять ну наверно по телевизору будут или как это виртуально будут праздновать да он будет у себя там в кабинете виртуально маршировать его будут докладывать тоже по телевизору но по компьютеру я так думаю он же не совсем дурак российский пенсионер поджег коммунальщиков знак протеста я вообще обалдел думал что они к нему пришли а он их облил и поджег нет коммунальщиком смысле он подошел к зданию коммунальной службы и поджег его в знак протеста а знаете почему а потому что ему не поменяли счетчик квартире и из-за этого пенсионеры пришлось неделю жить без электричества они писали что такое неделя без электричества вот сейчас я уже этого не представляют это же это же все это конец так вернувшихся из таиланда россиян заперли в детском лагере из-за коронавируса там был большой скандал ребята большой скандал и с дракой знаете где это на сахалине вот они 240 путешественников они прибыли из таиланда а их сразу раз и в 15 лагерь в холодный вот и закрыли за воротами отлупили попутно и вот такие дела ребята и вот что там сейчас будет не знаю но вообще-то это насилие другой стороны сами они не собирались изолироваться я не знаю ребята все так реакции сибиряков на решение о нерабочей неделе 11 хлест их мнение чего боятся люди интересное мнение а кто кормить нас будет где деньги брать какие выходные когда от зарплаты до зарплаты оплата сдельная а не оклад вместо того чтобы сразу запретить вылет в страны с коронавирусом а прилетевших поголовно сажать на карантин и больницы они отпускали всех домой а теперь рекордный скачок и каникулы всем ну и так далее ну все будет недельная пьянка коронавирус глянет на все это испугается ну и так далее так далее ладно ничего хорошего конечно фсб предотвратила теракт в краснодаре подозреваемый задержан а что он там собирался взорвать то хоть в автомашине найдено самодельное взрывное устройство задержанный гражданин рф в возрасте 26-27 лет их нифига вот это возраста 26 27 вот я гражданин сша 63-64 лет это как и так может быть то не знаю ребят не знаю это как алена аппина в там в песенке я град родилась в ночь с 25 марта на 6 апреля вот что-то в этом роде больные с коронавирусом умирают многоточие отличения интересно это уже на живом журнале почему в италии смертность 10 процентов а в германии 0 25 процентов но вот задают вопрос но правда ничего не объясняет но вопрос задает почему почему и вот он говорит на ну в принципе знаете что говорит что считают все по-разному наиболее недостоверных характеристик это количество зараженных потому что везде применяют разные системы подсчета одни целенаправленно обследуют всех заболевших с признаками орвей другие смотрят только самых тяжелых третье умерших еще вдобавок четвертой группы риска пято изучать небольшие группы случайных людей и нигде не обследуют всех граждан подряд да вот а плюс во всех странах или регионах просто не тестировали на коронавирус из-за отсутствия тестов ну и по россии да так станислав садальский опа это он на живом журнале вот активный мужик очаговая пневмония выявлена у певца игоря николаева который обратился в больницу в коммунарке лев валерьянович действительно пересекался с николаевым и дюжиной других звезд но он говорил едва вернувшись с американских гастролей 13 марта на дне рождения сестры знаменитого продюсер аллы крутой веселился весь цвет шоу-бизнеса кроме лещенко там были басков газманов винокур а ну я говорю уже это я уже говорил ну вот один первый пошел игорь николаев так жадность или предусмотрительность а ну это серпом по телеграм-канал но они просто подбивают бабки смотрите программа помощи людям в экономике в условиях пандемии программа помощи людям швеция 78 ввп до сша 10 процентов франции 12 процента данья 13 великобритания 15 германии 18 процентов ввп россии 0,7 ну вообще помнили да так и твиттер по словам московского теледоктора мясникова пенсионеры умирают не от коронавируса от пневмонии спровоцированной им да ребят вот вам мясников да ну тут издевательские комментарии ну конечно логично пешеход умер не от того что его сбила машина от переломов костей и повредившихся внутренних органов да ничего перми ха ха сделано в россии в улан-удэ все 15 новеньких трамваев левенок производства тверского завода сломались не прокатав пассажиров и полгода дорогостоящего на некрасивые какие не работают но это попутно ребята не все же про коронавирус вот эти в утренние пятиминутки ненависти кремлевского зомбоящика все стабильно в сша хаос в италии тяжело на итальянцев спасают шойгу воины находясь в изоляции в пансионате на рф благодать путин поздравил росгвардию военные исполнили мечту ветерана покатав его на танки но я не смотрю конечно этот зомбоящик но вот просто вам рассказывать люди смотрели во две сотни жителей сахалина вернувшиеся это с твиттера уже пошло вернувшиеся из таиланда устроили бунт в карантинном лагере из-за холода голода и неизвестности но усмирение прибыли полицейские в масках и неизвестные без опознавательных знаков и с дубинками люди выкрикивают вы только беззащитных можете бить нифига так самое тупорылое из всех решений тупорылой российской власти вместо жесткого карантина объявить выходные то есть спровоцировать людей на коллективные пьянки гулянки результат не замедлит сказаться да это все еще об этом говорим все еще об этом говорим я не я могу понять когда глупо невежда так делать но когда так поступает главврач краевой больницы это же предательство по отношению к своим же коллегам которые сейчас борются с коронавирусом за это не просто увольнять надо за это надо изгонять из профессии и судить вот что он так раскричался это знаете что главврача пермской краевой онкобольницы госпитализировать с короны вирусом он вернулся сей шестих островов в пятницу 23 марта вышел на работу успел сгонять на общее совещание с коллегами а на следующий день корона корона до олег пиров воспользовался обвалом на рынке и купил акции лукойл почти на миллиард рублей ранее также поступил глава новотек михель сам и ряд топ-менеджеров сбербанка ну что зарабатывают ребята да зарабатывают сергей шойгу попросил принять закон позволяющий разобраться с пятой колонне в россии с пятой колонной в россии что такое ну да тут во многих местах какой-то закон просит принять так ну ребят как купил так и продаю просто читаю по данным независимых экспертов город челябинск который раньше считался неблагоприятным по экологии по экологии почему-то на сегодняшний день один из самых безопасных городов россии из-за содержащихся в воздухе формальдегидов ок оксида серы фтора метилкопроната оксида углерода коронавирус погибает мгновенно правительство россии скоро примет решение присылать на карантин всех инфицированных челябинск да нормально это из девочка это из девочка ох ты мне тут подписывают песков тоже веселился на этой вечеринке но вот той самой да я говорил где звезды собрались ну ладно посмотрим спасибо лили в черном море было найдено тело летчика истребители воздушно-космических сил су-27 а помните он говорил да самолет упал и спасательный надувной плот и он там был в этом плоте но он замерз себя-то температура воды в районе крушения не превышала 5-7 градусов вечной памяти ну видимо тело обнаружили упс первый комментарий хватит врать пилот жив и здоров ну не знаю не знаю ну дай бог чтобы это чтобы действительно жив здоров росгвардия иначе начала рейды на московских пенсионеров чтобы те оставались дома во время рейда росгвардейцы проверяют документы просят 5 пенсионеров заполнить специальную анкету и проводят разъяснительную беседу а после фотографируют на служебный планшет и чё-то пенсионерка вот так с поднятыми руками стоит ну-ка ну-ка чё чё на руки подняла а ну вот так да ладно не буду фотографию так в питере раздают антисептики в гос не их им аналит на какие-то анальные антисептики аналит на бумажной улице там поставили три бака здесь раствора которые подходят для рук и дезинфекции помещений ух люди стоят вот тут видео у меня крутится помещение рядом с баками стоят бутылки для тех кто забыл взять тару с собой раздача антисептиков продурцы до конца недели где 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 в караганде не в питере правда стоят вот с бутылкой ночью это хорошо это молодцы у у меня все и юсиф значит ролик тут записал чистим грейпфрут и боремся с коронавирусом посмотрите а я с вами попрощаюсь до завтра всего хорошего доктор у от с вами не переживайте здравствуйте бакинские помидоры опять в эфире мы бакинские помидоры хотим внести свою лепту в борьбе с коронавирусом да время тяжелое все сидят по домам а мы вещаем как вы знаете на весь мир поэтому бакинские помидоры хотят внести хоть маленькую лепту маленькую капельку в борьбе с этим проклятым вирусом и мы одно время публиковали о грейпфрукте как его употреблять вместо лимона даже доктор влад из чикаго рассказывал о пользе грейпфрукта и я конкретно жена меньше а я конкретно перешел пить чай с грейпфруктом и стал вопрос как его чистить я научился и разработал свою методику грейпфрукта еще в конце будет один лайфакт очень хороший момент который вам понравится но вот начну вот во первых два есть грейпфрукта вот этот грейпфрукт более кислый это наш местный ленкеранский грейпфрукт а вот этот грейпфрукт красного красноватый больше для употребления пищу подходит он более сладкий но вот я буду его и этот и этот почищу это мне нужен для утром пить чай с лимона вместо лимона часть грейпфруктом а этот сейчас я почищу для этого нам понадобится нож и увидите очень просто посмотрите внимательно тихонечко надрезаем совсем немножко вот надрезаем вот так чтобы соединиться с нашим концом чуть-чуть вот потом приподнимаем ножом потолщение кожуры до чуть-чуть надрезать поднимаем опускаем вас на руку и вот так продвигаем вот смотрите как и он отслаивается вот это не должно было быть вот он отслаивается вот надо аккуратно сейчас я немножко тороплюсь чтобы видео было коротким я сам не люблю длинных видео а потом вот так прокручиваем и вот такая штучка получается вот такая штучка потом вот этот грейпфрукт вот разрезаем вот так тоже не до конца чем-то на чистку граната да очень похоже на чистку граната но здесь если у граната надо строго в определенных местах то здесь можно произвольно делать вот такие вот надрезы вот так сделали после опять мы опускаем руку и раздвигаем это вот тоже не до конца обратите внимание не до конца я делаю вот так ничего сложного здесь нету вот и потом опять прокручивая вот так и мы открываем вот вот это выбрасывать не надо сейчас я вам объясню почему это у нас своеобразная посуда для того если у нас вы покушали не все осталось мы кладем сюда и накрываем вот теперь как его открывать вот многие там защищать кожуру кожуру не надо защищать вырезывать много сока выливается очень просто вот смотрите вот потихонечку раздвигаем и он по долькам открывается посмотрите чуть-чуть вылился сок но если сделать еще медленнее он не выливает чуть-чуть я здесь выдавился и потом каждую дольку можно отдельно открывать вот видите вот так вот и кушать кто хочет почистить например эту дольку кому не нравится кожура хотя вот доктор говорит что именно вот эта кожура она полезной помогает при похудении тот может вот так почистить вот обратите внимание сок не выходит а то ножом говорят вот это сок не выходит убираем косточки и можно употреблять и этот вот вариант вот чистки вот этого грифу теперь допустим у вас остались эти вы это покушали половина половина осталось вы берете это накрываете и оставляете в холодильник он не будет сохнуть вот теперь вот этот с этим то же самое только чуть-чуть легче конце вот когда вы сделаете 1 2 у вас получится вот такая вот штука вот у меня здесь мы один остался и это от второго крышка то же самое вот так можно и от этого конечно крышку сделать вот так можно менять чем выгодно это вот это лайфхарт настоящий лайфхарт смотрите вот чем замечательно что они сохнет в холодильнике конечно можно всякие пластмассовые но сама природа нам дала натуральная натуральная посуда и кушайте грейпфрукт много у него витаминов и это я думаю в какой-то степени поможет вам от коронавируса и по вкусу даже с этой тоненькой горьковатой вроде бы кожурой мне это например этот горьковат а это очень даже вкусный сладкий приятный и еще вот этот грейпфрукт пользуйтесь с чаем он горечь уходит а пользы гораздо больше и и экономичнее чем лимон всем спасибо вы были на канале бакинских помидор которые борются с этим проклятым коронавирусом народным коронавирусом да